Спасибо, Никите, за вступительное слово и за представление. Действительно, сегодня мы собрались по достаточно редкому поводу, если не сказать уникальному, то есть по такому поводу мы еще не встречались, а именно у нас закончился первый онлайн-курс «Углубленное программирование на C и C++», который мы на платформе Stepik при полнейшей всяческой поддержке Mail.ru Group сделали. Мы долго его делали, но мы его сделали. И он, наконец, завершился. Завершился, как я неоднократно говорил на лекциях, предсказуемым результатом. Сколько бы студентов, сколько бы участников не пытались на него поступить, так же, как в технопарке и в техносфере, выпускниками стали около 50 человек. То есть полная иллюзия присутствия на наших очных занятиях. Я очень рад видеть здесь лица тех, кто и из МВТУ к нам приехал, и из МГУ, технопарк, техносфера. Новые лица рад видеть. И сегодня мы, собственно говоря, отмечаем окончание первой волны, первой итерации онлайн-курса такой вот необычной встречей. Насколько я понимаю, моя задача среди прочих заключается в том, чтобы уложиться в 90 минут, чтобы вас не утомить, и чтобы у нас еще осталось время для некоторого нетворкинга, общения, обсуждения того, что вы увидите и услышите. Эту задачу мне облегчает то обстоятельство, что некоторые материалы из тех, которые вы сегодня увидите, а некоторые уже видели в качестве, как я выразился, тизерных слайдов. Эти материалы уже однажды обсуждались, обсуждались в сугубо студенческой среде, аудитории у нас была такая уже встреча, посвященная вопросам развития, эволюции языка C++ для студентов факультета компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Как вы догадываетесь, это было в Минске, соответственно, здесь в России такое еще не обсуждалось, по крайней мере, с моим участием. Для тех, кто пока не знает меня в ином качестве, кроме как преподавателя курсов в технопарке и в техносфере, я, наверное, чуть-чуть представлюсь, но и заодно продемонстрирую пример того, как не нужно оформлять слайды на презентациях, поскольку это единственный слайд, на котором такое безумное количество букв, и он явно не для того, чтобы мельком с ним познакомиться, а для того, чтобы долго и содержательно его изучать. Ну, я должен сказать, что тем, кто здесь из физтеха, я преподавал в физтехе весной этого года, перспективы дальнейшего сотрудничества скорее положительные, это определяется учебным планом, но на факультете FIFT у меня был курс по требованиям, по системному анализу для третьего года обучения, так что с кем-то, может быть, мы еще встретимся. Если вас не смущает тот факт, что социальная сеть LinkedIn сейчас пребывает в несколько противоречивом состоянии с точки зрения российского законодательства, то вот вам ссылочка на мой профиль, это единственная сеть, в которой я активно присутствую на сегодняшний день, поэтому он еще повторится в конце нашей лекции, при желании вы сможете сфотографировать. Поскольку наша сегодняшняя беседа, в общем-то, будет сосредоточена на развитии языка и на том, в каком направлении движется язык, хотелось бы, конечно, не только и не столько обсудить с вами то, что есть сейчас, тем более, что все собравшиеся здесь, безусловно, активные читатели, безусловно, активные, может быть, даже контрибьюторы различных проектов, все активно присутствуют на Хабре, все активно читают, я надеюсь, Tech Overflow, читают какие-то ресурсы, которые ближе к стандартизирующим инициативам и комитету международной организации ISO, поэтому хотелось бы скорее не зафиксировать факт того, что уже сейчас есть, а увидеть некоторую тенденцию, заглянуть в прошлое. Когда я готовил описание для наших белорусских коллег, того, кто я есть, я воспользовался случаем и сказал, что, в принципе, я ровесник языка C++, поэтому, глядя на меня, вы можете понять, насколько стар уже этот язык. Но помимо эволюции мы, естественно, попробуем увидеть следы революции, которые уже сейчас намечаются, язык C++ постепенно превращается в проблемно-ориентированный язык, в язык, позволяющий эффективно решать различные задачи в сетевом программировании, во взаимодействии с файловыми системами, даже для плоскостной графики. Скоро появится решение, ну, как скоро, в 2020 году примерно. Хотя черновики уже можно сейчас найти, мы с вами посмотрим, где их, в общем, искать. Поэтому я думаю, что вот такой roadmap — это будет последний акцент, который мы сделаем. Посмотрим, как развивается язык, как от синхронного развития, когда выпускались стандарты, причем так довольно спорадические и довольно редко они выпускались, сейчас идет параллельная работа над многими техническими спецификациями, какие-то из них уже приняты, приняты как стандарты, приняты, а потом отложены. Это я сейчас про концепты, отложены разработчиками компиляторов. Но, тем не менее, эта работа ведется, она ведется теперь по многим фронтам сразу, и это мы с вами, безусловно, сегодня увидим. Поскольку, как я уже сказал, пока мы готовились, что здесь будет много примеров, здесь почти не будет никаких размышлений, будут только примеры, а размышления будут у нас здесь, в нашей с вами среде, то примеры готовы, они размещены на IDE One. Старые примеры должны работать, по крайней мере, когда я показывал тизерные слайды, спасибо тем, кто, может быть, заочно фотографировал QR-коды, смотрел, что, да, действительно, там все сохранилось, это можно запускать, форкать и разбираться. Поэтому у нас будут примеры свежие, свежие примеры в большей своей части, датированные 20 ноября, потому что я специально зашел и проверил, что все работает, поэтому это сегодняшняя дата. Ну и если вы будете иногда смотреть в левый верхний угол экрана, а не смотреть в него невозможно, это вопрос психологии и эргономики, всегда мы начинаем слева сверху, там будет маркер того, насколько сложно, на мой взгляд, то, что мы с вами обсуждаем. Не удивляйтесь тому, что один кружочек означает, точнее, сопровождает достаточно нетривиальный код. Один кружочек означает ровно то, что мы с вами в очном или в заочном формате это успели обсудить. Так что для наших потенциальных, я очень надеюсь, многочисленных зрителей, которые будут смотреть эту запись, можете по одному кружочку добавлять, поскольку, может быть, нелегко. Ну, для начала давайте немножко согреемся, вспомним язык, вот, и вспомним, наверное, даже не язык C++, а вспомним язык C. Широко известный в узких кругах Пабло Альперн считает, и это мнение он высказал буквально в уходящем году, что помимо тех парадигм функционального, объектно-ориентированного программирования, если говорить про C++, мета-программирования, не хватает еще одной, не хватает эмоционального программирования. То есть у нас есть операторы и с точечками, и с двоеточиями, и с запятыми. Если это все правильно скомпоновать, то можно получить смайлики. И, в общем-то, почему бы не ввести такой элемент языка, как операцию смайлик. Правда, сие сильное утверждение Пабло сделал в апреле 2016 года. Попробуйте догадаться, какого числа. Правильно, первого. А теперь опровержение. Это реально работающий код. Я думаю, нетрудно заметить, что двоеточие, конечно же, здесь к месту, потому что те имена, которые употребляются в левой части, это метки. Наверное, от меня такого количества меток вы никогда не видели. И, по-моему, вообще от меня никогда меток вы не видели. Но если метки использовать по делу, ввести некоторые имена переменных, а также ввести одно макроопределение, это все код из предложенной Пабло 1 апреля спецификации, то получаются достаточно симпатичные комбинации символов, которые, ко всему прочему, еще и компилируются. И дают хоть и бессмысленный, но вполне конкретный и предсказуемый результат. Так что теперь вы знаете, что есть еще одна парадигма, и языку есть куда расти. Опять же, с точки зрения теоретического аспекта, с точки зрения проектирования компиляторов с языка C++, шутки можно оставить в стороне. Потому что наличие такого оператора, если бы он существовал в языке из двух или из трех знаков, поднимало бы совершенно новые вопросы. В частности, это был бы элемент из трех, например, символов или из двух. Ну, диграфы в языке есть, а три графы, как вы знаете, большая редкость. Вообще в любых языках программирования, если мы говорим про пунктуационные знаки. Так вот, это был бы элемент с непарной скобкой, который бы вводил, допустим, скобку улыбки, но не вводил парную ей. С точки зрения компилятора строения, это достаточно интересная вещь, нетривиальная и, вообще говоря, ломающая устой для многих языков программирования, где операторы в том или ином смысле остаются правильными скобочными последовательностями. Так что все не так уж и весело, конечно, весело, но еще и серьезно может быть в этом вопросе. Да, это пример, который готовился не к данному моему выступлению, а к предшествовавшему ему, поэтому все желающие могут сейчас проверить работоспособность QR-кода. Я надеюсь, что она по-прежнему сохраняется. Да, я не сказал по поводу регламента, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать, только, пожалуйста, старайтесь делать это отчетливо и громко, поскольку мы записываем, ну, либо я буду их повторять, так что не стесняйтесь, мы с вами здесь все свои. Если же обращаться теперь уже к эволюции нашего с вами языка, то в начале 80-х, то есть примерно тогда, когда появился на свет тот, кто стоит перед вами, язык C++ был гораздо более ограничен в своих возможностях, способностях, и для того, чтобы сегодня на рубеже 16-го и 17-го года 21-го века мы могли относительно правдоподобно экстраполировать на перспективу, нам необходимо больше фактического материала относительно того, что было раньше. Так вот, если смотреть на самые первые версии языка, на то, что Страус Трупп изначально предложил, оглядываясь на имевшиеся у него инструменты, писать он предпочитал на C, правда, при этом он любил символу, поэтому C++ появился как сочетание символы с языком C. Так вот, в самой ранней версии не было даже полиморфизма. Полиморфизм появился чуть позже. В это, конечно, с трудом верится, но это так. Виртуальные функции, а также многое другое появилось только на несколько лет позже, самых ранних версий черновиков. Тогда же появились привычные нам комментарии с двумя косыми, тогда же появились ссылки и многое другое. Долгое время язык оставался без стандарта, как вы знаете, и долгое время компиляторы строили по книгам Страуструпа. Страуструп своими работами вводил, вносил некую норму, и помимо книг, которые издавались в 80-е годы, вот в 90-е, в начале 90-х комментированное справочное руководство, оно легло в основу стандарта конца 90-х годов. C++ 98 — это один из таких базовых краеугольных камней того, что мы имеем с вами сегодня. Конечно, тот язык сегодня уже выглядит достаточно архаичным, но тем не менее кодовая база, разработанная на нем, до сих пор существует и поддерживается. Это означает, что вопросы обратной совместимости языка, ядра языка компиляторами должна так или иначе решаться. Ну а теперь давайте обратимся к тому, что, собственно, происходит в настоящее время, потому что после 98-го года был 0,3-й год, когда вышло обновление, казавшееся началом некоторого ритмичного диалога между индустрией и стандартизирующими органами, но дальше все замолчали на целых 8 лет, и только в начале 10-х годов, то есть примерно тогда, когда я почувствовал некоторое желание, даже не некоторое, а очень сильное желание вернуться в вузы и начать преподавать. Вот тогда появился стандарт 11-го года, за ним следом подтянулся стандарт 14-го года, прошло всего лишь несколько лет, и в соответствии с этим вновь родившимся графиком 2017-й год, но затем, скорее всего, 2020-й. Поэтому мы с вами рассмотрим сейчас краткий перечень того, что было придумано. Вы увидите, что 11-й год и 11-й стандарт был достаточно серьезным изменением, и многие примеры того, что было предложено и введено, мы в том или ином ключе с вами сегодня увидим, потому что то, что подчеркнуто, это все будет. Что-то из этого, конечно, вы знаете, и активно пользуетесь, скажем, налптрами вы активно пользуетесь, но, тем не менее, раньше этого не было. Раньше не было ни этого, ни типа, который за этой константой стоит. 2014-й год, редакция 2014-го года должна была стать редакцией довольно революционной, в очередной раз хотелось многого тем, кто стоял за стандартом, но работа как-то не шла, и из релиза, который на английском языке бы назвали major, 2014-й год стал релизом minor, а все интересные и вкусные вещи были отложены до 2017-го года. Тем не менее, в 2014-м году также кое-что все-таки было введено новенького из того, что мы с вами рассматриваем, рассматривали на онлайн-курсе, на научных курсах, скажем, шаблоны переменных мы с вами видели, сегодня их здесь не будет. Но есть и другие вещи, в частности, маркировка объектов кода, в частности, функций, глобальных функций, специальным атрибутом, который означает, что ее дальнейшая поддержка вами как владельцами кода будет сводиться на нет, то есть указание на устаревающий или устаревший характер этих функций. Были расширены возможности по применению ключевого слова auto. Сегодня у нас много такого будет в коде, и именно к нему мы сейчас с вами достаточно быстро подбираемся. Ну и, конечно же, все мы ждем выхода 2017 года редакции, и в связи с тем, что у нас есть несколько редакций за десятые годы, уже сложилась такая, такой сленг, да, 1x, 1y, объединяющий в себе две редакции, и 1z — это для трех редакций 11, 14, 17 года сразу. Ну, с 2017 годом мы пока, наверное, как-то серьезно заигрывать не будем. Я думаю, что лучше мы соберемся для этого в другой раз. Тем более, что я отдаю должное текущему уровню развития компиляторов, и хотя шестерка уже вышла, если говорить про GCC, ну, версия 5.x все-таки сейчас более распространена, и вот все примеры, которые у нас с вами сегодня будут, они в 5.1 успешно компилируются. Да, сейчас вышла шестерка, и в качестве экспериментальной версии в семействе GCC — это седьмая версия. Ну, будем надеяться, что эти версии будут следовать духу и букве стандарта, и где-то, может быть, даже опережать с точки зрения формальной процедуры принятия технических спецификаций, отталкиваясь от черновиков и реализуя эти черновики в той или иной мере. О том, что некоторый стандарт из черновиков, некоторые из технических спецификаций, даже не включенных в язык, уже сейчас поддерживаются, мы с вами поговорим ближе к закрытию, когда я приведу перечень некоторых таких спецификаций и скажу, с какими ключиками они на сегодня работают. Вот. Но для разогрева, это код для разогрева, я предлагаю вспомнить, или, если кто, может быть, не помнит, узнать, да, узнать в этом коде применение, скажем, лямбда-функций. Как все прекрасно знают, лямбда-функции — это такая витрина, которая создана вокруг классов, имеющих анонимный, а точнее выбираемый компилятором тип, который выводится самим компилятором и, в общем-то, зависит в том числе от реализации компилятора, который нас мало волнует в том плане, как он называется. Но наличие такой витрины, такой ширмы, обеспечивает для нас, в частности, возможность работать с лямбда-функциями раз и с лямбда-выражениями два. То есть мы можем лямбда-функцией инициализировать соответствующую лямбда-переменную и вызывать ее уже как обертку вокруг функции, как обычный функтор. Вообще, конечно, движение в направлении функционального программирования, оно может быть просто данью времени, но, с другой стороны, если мы говорим не только о парадигме, в которой на входе у нас функции, на входе какой-то обработки функция принимает функции, функция возвращает функции, везде функции, и все вычисление, есть некоторая суперпозиция функций, точно так же рассмотрение вычислительного процесса как связанной совокупности задач крайне актуально для параллельного программирования, поскольку средства и возможности, которые предлагаются языком, ядром языка, они достаточно близки, и интерпретация одних и тех же синтаксических структур, как элементов функционального программирования или как элементов асинхронного программирования, это только вопрос нашей прагматики, то по большому счету вот это вот единение и развитие функциональщины, скажем так, да, это вот один из тех векторов, который, безусловно, нужно зафиксировать одно из направлений современного развития, того, что мы называем modern C++. ну, что у нас здесь есть из того, что характеризует, собственно говоря, вот современный C++, что отличает 11-ю редакцию от, положим, 0,3. Ну, во-первых, это, конечно, автоматически определяемые, выводимые компилятором типы, это, скажем, новая форма циклов, циклы по коллекции, в данном случае цикл по коллекции STL, который является вектор. Ну, и для того, чтобы несколько, может быть, снять покров тайны с того, что же за типы данных компилятор выбирает и как он их называет для своих собственных внутренних нужд, я предлагаю обратиться к тому, что называется Application Binary Interface, ABI, и при помощи достаточно несложного вызова, ну, поскольку вы видите уже, да, то он, соответственно, несложный, вы знаете ответ, узнать, как же называются эти типы данных, как их называет компилятор. Поскольку на сегодняшний день использование вот такой, такого небольшого шаманства необходимо в связи с тем, что та информация, которая предоставляется стандартными средствами идентификации типов, в том числе идентификации типов времени исполнения, она достаточно лаконична, если не сказать слишком лаконична. Скажем, числовой тип int часто сокращается до i, тип double сокращается до d, а нам хочется видеть полное название, особенно в том смысле, когда, в тех случаях, когда мы говорим о собственных типах данных. Поэтому вот такой вот type demangling, он может нам помочь в этой ситуации. Я сейчас не погружаюсь на уровень отдельных параметров этих функций, поскольку это все можно легко уточнить, или об этом поговорим отдельно. Ну, как вам пример наименьшей сложности нормальный, ну, это вот для разминки пойдет. Следующий такой же пример это константные функции, функции времени исполнения. Я думаю, что из-за того, что мы с вами не обсуждали на лекциях, хотя это не такая уж большая синтаксическая победа, ну, возможность вызывать эту функцию, принимая на вход результат вызова такой же функции. Ну, это вполне, это вполне естественно было для событий времени исполнения, это совершенно сегодня естественно для событий времени компиляции. Но поскольку большинство сегодняшних примеров будет включать в себя те или иные шаблоны, шаблоны классов, в первую очередь, шаблоны, используемые для метапрограммирования, шаблоны проверочные для оценки того, с какими объектами данных или кода мы работаем, то вот, опять же, еще одно направление, второе, которое можно проиллюстрировать данным примером, заключается в том, что все больше событий относятся к событиям времени, времени компиляции. Как можно больше вычислить компилятором с тем, чтобы сделать как можно более компактной и как можно более производительной программу на стороне клиента. Почему? Потому что в первую очередь C++ силен и по-прежнему перспективен на самых разных вычислительных платформах и далеко не всегда это какой-нибудь восьмиядерный процессор. Это может быть достаточно слабенький контроллер, на котором, под управлением которого работает в лучшем случае телефон, может быть, часы, может быть, какой-нибудь станок или что-то еще. Поэтому задачи, связанные с организацией вычисления как события времени компиляции, конечно, вещь важная. Ну и исходя из того, что мы, безусловно, обсуждали на наших очных и заочных занятиях, это понятие времени привязки или fixing point, как мы его называли. Чем раньше мы принимаем решение о тех или иных значениях, о тех или иных адресах, тем с одной стороны мы, жертвуя гибкостью решения, повышаем его скорость. Поэтому время компиляции это очень интересное направление. Ну, давайте немножко повысим сложность происходящего и обратимся к еще одному примеру такого функционального, что ли, стиля в C++ современного вида, современных редакций появились объекты std-function, которые сами по себе мало чего обеспечивают, но являются удобной оберткой вокруг элементов поведения. Элементом поведения может быть не только глобальная функция, элементом поведения может быть и метод класса. Соответственно, мы замораживаем это поведение и из пространства поведения, из пространства кода переносим его в пространство данных, получая возможность передавать его, принимать, ну и, естественно, вызывать. То есть это еще один способ организовать функтор вокруг некоторого поведения. Ну, как вы уже, наверное, догадались, сегодня у нас будет достаточно много вычислений факториала, потому что мне представляется, что задача про факториал понятна, очевидна, элементарна для всех и сама по себе она не представляет сложности с тем, чтобы ее сделать. С другой стороны, примеры в стиле CPP reference при моем огромнейшем уважении к этому ресурсу, где функция возвращает константу, ты пытаешься угадать, а, собственно, в чем смысл этого кода, вот, меня тоже не очень вдохновляет, поэтому мы с вами будем что-то считать, но что-то настолько примитивное, что оно не вызывает сомнений у нас в результативности, что оно точно посчитается, но с другой стороны факториал еще удобен чем? У него не пустое значение результата, и ему необходим не пустой вход, поэтому вот какие-то какие-то числа на входе и на выходе мы с вами безусловно увидим. Ну вот, в данном случае мы пытаемся посчитать факториал, используя вот такую вот функцию, эта функция, я думаю, не вызывает ни у кого вопросов. Попробуем упаковать вызов факториала вот в такой вот свободный вызов free call. Free call не связывает то значение, которое должно подаваться на вход, что означает, что когда мы хотим вызвать функцию учисления факториала, обращаясь уже к ней как к некоторому функтору, потому что free call это уже переменная, а не функция, и тип этой переменной определяется вот таким вот достаточно простым способом, как вы догадались, это не что иное, как сигнатура и тип результата функции факториал, нам необходимо передать значение литерал на вход. Free call для пяти это не что иное, как факториал пятерки. С другой стороны, все мы знаем из STL, кто пока не знает, те скоро узнают, на одном из наших проектов лекция по STL еще впереди, функция STDbind позволяет связывать значения, либо все значения связывать, либо одно из значений параметров функции. В данном случае я ее применяю не к обобщенному алгоритму STL, примера, который есть и в наших лекциях, и их множество в интернете, мы с вами пытаемся связать байдом нашу собственную функцию, причем даже не функцию как таковую, а переменную, то есть мы переиспользуем наш функтор, который мы с вами только что создали. Мы указываем, что значением его переменной аргумента будет число 10, число 10 будет выступать тем самым фактическим значением параметра, и далее, для того, чтобы вычислять факториал от 10, нам будет достаточно вызывать binding call без параметров, потому что 10 это то, что уже вошло в состав нашей переменной binding call, и, как видите, изменилось даже содержание сигнатуры, формальный параметр, который был const int, сменился на void, то есть он нам больше не нужен. Дальнейшая жизненная судьба этих двух переменных, если говорить про различные стили программирования, может быть разной. В функциональном стиле их можно использовать как элементарные по сути выражения, я не могу сказать лямбда выражения, потому что они не являются лямбда функциями, но выражения, которые используются для какой-то организации кирпичиков вычислительного процесса. С другой стороны, если мы будем думать в асинхронном стиле, то факториал можно вычислять в отдельном потоке, потому что пока мы не знаем, что это очень простая задача, может казаться, что она потребует множество процессорных ресурсов. И хотим мы этого или нет, поскольку мы уже взяли в качестве модельной задачи факториал, совсем скоро мы перейдем к асинхронному программированию, и там будем вычислять факториалы в отдельных потоках. Так что не бойтесь некоторой гротескности этого кода, понятно, что факториал можно считать и на месте. Вопросы? Ну вот std function мы с вами не рассматривали и не рассматриваем пока на стандартных лекциях, поэтому кому-то может быть это будет в новинку. Продолжаем повышать сложность нашего кода, продолжаем повышать сложность примеров, наивысшая сложность. Немножко с вами разогрелись, теперь будем удерживаться на наивысшей сложности. Итак, представьте себе, что в рамках языка C++, не переходя к питону, например, нам необходимо решить задачу. У нас есть несколько значений разных типов данных. Какие это значения? Первое, второе и третье. Суффиксы при константах все знают? Все знают. Кто-нибудь впервые их видит? Хорошо. Несколько рук поднялось, поэтому давайте коллеги объясним, что это есть. Суффикс you, что означает? Да, это указание на то, что тип беззнаковое целое. Следующий суффикс unsigned, long, long. На самом деле эти суффиксы были испокон веку, просто ими редко пользуются, и это не является изобретением современного C++. Иное дело, что long, long типы появились совсем недавно, соответственно, и суффиксы такого рода тоже появились недавно. Ну и еще один суффикс старичок это float. Значит, мы хотим собрать коллекцию из трех значений. Все они разных типов, и наша задача заключается в том, чтобы не испортить эти значения, например, округлением или каким-то нежелательным, недопустимым преобразованием, неявным, я замечу, преобразованием. Поэтому нам необходимо найти тот тип, куда все они помещаются. Ну, какой тип является объемлющим для них всех? Ну, смотрите, последняя константа является вещественной. Поэтому числовые целые типы здесь не подойдут, потому что если мы захотим привести float к intu, это придется сделать явно и принудительно. Ну, компилятору, скорее всего, будет комфортно привести к double, потому что форма представления… Что? Для unsight clone не на double хватит? Ну, должно хватить. Должно хватить. Если это не так, то вот мы можем увидеть, из чего складывается данная коллекция. На том компиляторе, который в облаке, если не ошибаюсь, double. Как мы это будем делать? Опять же, мы не переходим на язык Python или ему подобные, просто потому, что иначе мы пожертвуем системой типов, которая была и остается одной из главных ценностей языка C++. В C++, как мы знаем, типизация строгая, то есть каждому объекту назначается некоторый тип, и этот тип не меняется на протяжении его времени существования, но при этом она слабая. Слабая что означает? Что допустимые, неявные преобразования типов. Помимо достаточно мощной на сегодня системы приведений, это всякие каст-операторы, существуют и неявно преобразуемые типы. так вот make collection это наше с вами собственное изобретение, изобретение, которое определяется функцией одноименной. Одноименная функция, вот она. Эта функция является функцией вычисляемой при компиляции, то есть это событие времени компиляции. Мы при компиляции должны договориться о том, какой базовый тип должен быть выбран для элементов нашей коллекции. Здесь уже достаточно много интересных вещей. У нас сейчас будет наверное первое достаточно серьезное погружение в шаблоны сегодня я имею ввиду. И если судя по тем комментариям, которые я наблюдал в онлайне на платформе степик, некоторым кажется, что шаблоны это то, что заканчивается на std-вектор, это совсем не так. Сейчас мы будем видеть, как шаблоны могут нам помочь при решении вопроса о том, а какой тип будет общим. Функция make collection. Я понимаю, что синтаксис достаточно необычный, поэтому сейчас предстоит нам каждую строчку обсудить. Что она принимает в качестве параметров? Да, она принимает пакет параметров шаблона. Мы с вами говорим функция, на самом деле, конечно, это шаблон функции, который будет конкретизирован в связи с соответствующим вызовом. Так вот, у нас получается переменное количество параметров заранее неизвестных типов. Типы эти объединены в пакет types. types. Можно ли заранее, еще не посмотрев на типы параметров, сказать о типе результата такой функции? Ну, скорее всего, нет, потому что пока мы не посмотрим, пока мы не проанализируем, что нам придет, мы не сможем сказать, какого результата конкретно в этой задаче мы ожидаем. Поэтому мы опускаем ответ на вопрос, каким является результат. В данном случае auto семантически отличается от того, что мы видели с вами раньше. Это не автоматически выводимый тип, а это просто пропуск. То есть не можем сказать нет ответа, ответим позднее. И отвечаем позднее. Отвечаем позднее при помощи так называемой хвостовой нотации, которую мы с вами очень-очень-очень кратко обсудили в рамках курсов. И вот сейчас можем увидеть уже реальный конкретный случай, когда без нее просто не обойтись. Мы не можем сказать относительно определенно, каким будет результат, пока не проанализируем параметры. Параметры при компиляции будут проанализированы условно говоря при достижении вот этой круглой скобки завершающей. И далее мы можем сформулировать утверждение по поводу того, что будет результатом этой функции. Результатом функции makeCollection будет STL коллекция массив. Массив отличается от вектора чем? постоянством своей длины. В данном случае мы знаем сколько чиселок, значит мы можем сказать сколько нам надо элементов в массиве разместить. Количество элементов тоже вычисляется достаточно легко. Если мы знаем и помним про операции, которые расширяют стандартные операции языка C++ на случай пакетов параметров шаблонов, то вот операция sizeof с точечками отвечает на вопрос а сколько значений, сколько разных элементов types с большой буквы нам было передано в виде фактических значений types с маленькой буквы. а вот ответ на вопрос каким должен быть тип мы до сих пор не получили, хотя мы догадываемся исходя из того, что перед нами const export функция, что это должно быть событие времени компиляции и в качестве ответа на вопрос мы используем выражение построенное на шаблонах, которое адресует нас к одному из стандартных возможностей, к одной из к одному из шаблонов структур std, а именно common type. Что такое common type мы с вами чуть позже вместе все рассмотрим. Ну, если выражаться и говорить совсем просто и коротко, предвосхищая наш разговор о том, что такое common type, ну, common type ведет себя примерно так же, как ведем себя мы, когда в своей голове принимаем решение о том, а какой объемлющий тип назначить для контейнера элементов, если элементы могут иметь первично при поступлении разную природу или точность или способ представления. То есть компилятор примерно делает то же самое. Для того, чтобы получить этот массив array, ну, нам необходимо его каким-то образом сделать. Для того, чтобы его сделать, мы не можем бросить значение types как фактические параметры make collection, а должны, ну, по сути, заставить сформировать такой объект, то есть привести все эти types с маленькой буквы к массиву, к типу, который здесь заявлен. Для того, чтобы это сделать, воспользуемся еще одной возможностью, а именно элементом forward пространства std, что такое forward, мы тоже сейчас посмотрим. То есть у нас здесь с вами две магические части. Одна магическая часть про common type, вторая магическая часть про forward. на самом деле forward даже проще работает, чем common type, тем не менее, если мы примем в качестве допущения, код каким-то образом работает, что make collection справляется со своей задачей, то дальнейшая часть этого примера, ну, наверное, уже понятна. Мы иллюстрируем размещение значений в памяти выводом каждого из них, итерируясь по коллекции, ну, и, соответственно, информируем самих себя о том, а какой же тип был выбран, то есть collection name мы смотрим на том же самом std out. Итак, несколько слов про forward. Значит, forward передает полученные лево- и право- допустимые выражения, ну, скажем так, далее по конвейеру, в данном случае по конвейеру компиляции. Происходит это путем вызова, точнее, путем разрешения соответствующей конструкции в одной из двух перегруженных функций. Функции эти, так же, как и make collection являются функциями времени компиляции, const export функциями, поскольку, если бы это было не так, то и make collection не могла бы обладать данным данным качеством. Ну, и, собственно говоря, если сейчас не углубляться далее в следующие используемые шаблоны, потому что шаблонов этих достаточно много, пока мы дойдем уже до, скажем так, окончательной точки принятия решения, то каждый из двух вариантов перегрузки имени forward возвращает нам тот объект, который был передан на вход в одном из двух случаев с предваряющей статической проверкой на то, что этот объект не является леводопустимым, ссылкой на леводопустимое выражение. Обращаю внимание, что оба варианта не выбрасывают исключений. Другими словами, поскольку эти события являются событиями времени компиляции, у нас могут быть ошибки, связанные с подстановкой. То есть помним идиому, которая гласит, что проблемы при подстановке не есть ошибка. Substitution value is not an error. Так вот forward в этом отношении является совместимым с этим принципом вариантом решения. То есть в случае, когда нам не удастся вывести тип, это я уже про common type немножко рассказываю, то этого введения просто не случится, компилятор будет искать варианты далее. Что означает common type? Ну, самая простая ситуация, когда все переданные на вход типы одинаковые. Если нам надо выбрать общий тип для int, int, int и int, то ответ будет int. Это очень логично. поэтому для соответствующей структуры, для шаблона структуры common type существует несколько вариантов ее специализации. И первый, самый простой вариант специализации, когда тип результата это просто тот тип, который многократно повторяется или поступает на вход. Предположим, что он приходит один, и тогда для одного типа это будет тот самый тип. Если таких типов несколько, ну, соответственно, надо чуть дальше порассуждать. Если типов несколько, предположим, что типов два, для, опять же, случая два типа достаточно легко сформулировать логику решения, логику принятия решения, то давайте попробуем сформулировать, что же здесь происходит. Во-первых, мы здесь видим тернарную операцию, и почему-то в тернарной операции у нас принятие решения вот так вот оформлено. Это почему? Это зачем? Но мы же всегда будем к одному приходить. На самом деле, поскольку речь не идет о вычислении, а речь идет только о событии времени компиляции, компилятору в любом случае необходимо вычислить и истинную, и ложную часть для того, чтобы договориться о типе, поскольку типизация строгая, значит, каждую часть необходимо рассмотреть. В итоге получается, что при выборе из двух типов выбор делается примерно так же, как если бы на этапе исполнения мы пытались исполнить тернарную операцию. Предположим, нам необходимо разместить в некотором объекте хранения либо беззнаковое целое, либо объект типа дабл. Принимая решение о том, к чему собственно мы должны прийти, чтобы разместилось и то, и другое, мы выбираем более емкий, более длинный тип, с большей мощностью значений, а именно дабл. Кстати говоря, для арифметических типов вся вот эта логика может быть реализована компилятором, опять же, на усмотрение разработчиков компилятора, на уровне просто вычисления какой-то операции, характерной для арифметических типов, скажем, для операции сложения. То есть, вместо того, чтобы заниматься подбором специализированного варианта этой структуры шаблона, я имею в виду, можно было бы просто сложить эти значения и посмотреть, а каким будет результат. То есть, будет происходить, возможно, и скорее всего, будет происходить некоторое повышение типа, и нужно просто понять, до какого конкретно типа это повышение произойдет, и ответ для арифметических значений будет готов. В нашем рассматриваемом примере оно примерно так и могло бы произойти. Наконец, случай, когда типов несколько, несколько означает больше двух, как считали многие народы, и говорят, в том числе, и также считали славяне в древности, один, два, много. Вот ситуации, когда у нас много. Ситуация, когда много, это примерно та же самая ситуация, то есть, мы можем воспользоваться рекурсивно нашим шаблоном, рекурсивные шаблоны мы рассматривали когда-то вместе на лекциях, когда обсуждали перевод в двоичную систему, помните, у нас был такой binary шаблон, и мы вот его многократно конкретизировали по рекурсии, выполняли такой рекурсивный спуск. Соответственно, если у нас не два типа, а много, мы можем выделить, предположим, пару и все остальные. Для пары провести выведение останется на один меньше, потом еще на один меньше, потом еще на один, и в конце концов мы придем к ситуации вот этой, либо к ситуации вот этой. Это просто логика, которая строится на специализациях шаблона структуры, направленная на то, чтобы узнать, до какого типа должно произойти повышение арифметических типов, или к какому типу возможно неявное преобразование всех типов, которые рассмотрены нами здесь. Ответ может быть как найден, так и, напомню, не найден, потому что идиома про подстановки и ошибки невозможности ее осуществить она выполняется. Ну вот здесь по сути мы немножечко опять касаемся метапрограммирования, потому что компилятор не видит самой программы, компилятору, если бы он видел программу, было сказано сделай аррей из таких-то типов такой-то длины, а мы ему наоборот даем программу о том, как построить программу, которую дальше нужно скомпилировать и которую будет исполнять клиент. Для нас это может быть удобнее, потому что мы перестаем думать о деталях. Компилятору, конечно, нужно поскрипеть, потому что на него ложится большая нагрузка, но именно на него, а не на клиента. Следующий пример нас, наверное, немножко порадует, потому что он чуть-чуть полегче. все мы с вами обсуждали то, как реализованы потоки в Unix подобных системах, но мы с вами это делали на уровне языка C, на уровне совсем уж примитивов. Напомню, что в C++11 у нас появилась библиотека оберток соответствующих, и вот пример того, как пользоваться такими обертками, он здесь представлен, сейчас мы опять вернемся к нашему факториалу со всем следующим слайдом, и факториалы мы будем вычислять в разных потоках, вводя в том числе новые объекты, которые поддерживают модель асинхронного программирования, выйдя за пределы того пространства потоков, мьютексов и переменных состояний, семафоров, которые мы обсуждали в стандартной лекционной части. Так что приготовьтесь, сейчас поедем достаточно интересной дорогой. Какие у нас здесь существуют классы? Класс, инкапсулирующий все, что необходимо для работы с потоком. При инстанцировании потока ему передается начальная функция потока. Потоки могут отсоединяться, потоки могут засыпать. Опять-таки, возможно, есть смысл вспомнить или обратить внимание на возможность новой модной записи констант, относящихся к времени. И миллисекунды это только одна из единиц измерения, которые поддерживаются. То есть можно и о секундах, и о других говорить о единицах. Ну вот здесь мы просто запускаем второй поток, ждем в течение тысячи микросекунд и завершаем этот поток. Главный поток засыпает на тысячу, но уже миллисекунд, то есть на одну секунду. Это просто вот вспомнили, что у нас бывает, хотя непосредственно эти имена классов мы ни разу в лекциях не упоминали. А теперь возвращаемся к нашему факториалу и пытаемся узнать что-то новенькое. Я думаю, что сейчас разговор об асинхронном программировании немножко выведет нас из той зоны комфорта, которая сложилась. Как мы знаем, для того, чтобы постоянно держать руку на пульсе, а пульс возможно на горле, мы используем нютексы и переменные состояния. мы опрашиваем некоторый флаг, дожидаемся, возможно, выставляем тайм-аут и ведется такая достаточно активная логика активного опроса. Конечно, тот поток, который ожидает наступление события, он блокируется, он не создает учислительные нагрузки, он просто спит, и разбудить его можно либо сигналом, либо каким-то широковещательным уведомлением, но довольно часто такая техника является избыточной с той точки зрения, что, да, она базовая, она годится во всех ситуациях, но очень часто такой сигнал надо получить всего лишь однажды, и для того, чтобы такой сигнал получить однажды, нам хочется иметь и более компактную форму записи, и более, ну, наверное, высокий уровень абстракции. с тем, чтобы в коде не возникало каких-то очень низкоуровневых элементов. В данном случае нам подойдет представление об ожидаемом значении. Значение ожидается, значение будет получено в будущем. Значение, которое будет получено в будущем, это, ну, скажем так, некоторое понятие асинхронного программирования, которое включает в себя как само значение, то есть то число, тот контейнер, ту строку и так далее, так и флаг, который указывает на то, что это значение наконец получено, потому что от момента постановки задачи посчитать до момента получения результата может пройти достаточно ощутимое время, если особенно это связано с доступом к дисковым, сетевым ресурсам, ну, к чему угодно, мы с вами говорили, что видов памяти много, и она в большинстве своем чертовски медленная. Поэтому мы говорим о том, что мы ожидаем некоторого значения, и для того, чтобы оформить это как некоторый элемент программы, и для того, чтобы об этом можно было разговаривать, мы введем понятие фьючерса. Фьючерс это объект, который способен, включая в себя и значение, и флаг готовности этого значения, подключиться к некоторому источнику этого значения, то есть непосредственно к той единице работы, которая это значение будет вычислять. Сам по себе фьючерс значение нам не может выдать. Одним из вариантов получить значение, получить результат работы от модели асинхронного программирования, которая реализована в современном C++, это определить переменную задачи. Получается следующая связка. Задача вычисляет результат, результат сохраняется как элемент фьючерса, поднимается флаг готовности, и у этого фьючерса результат можно запросить. Пока все логично. Теперь начинаем разбираться с задачей. Задачи в той лексике, которую нам предлагает STD, называются упакованными задачами. Упакованы они в первую очередь настолько, насколько это просто одна переменная, которая специальным образом инициализируется. упакованная задача, вот она переменная task, очень похожа на STD function, который мы с вами сегодня видели, и я специально его ввел для того, чтобы вас немножечко подготовить. Задача это тоже некий шаблон, шаблон, который параметризуется сигнатурой и типом возвращаемого результата того обработчика, который собственно будет считать. задача параметризуется обработчиком, то есть задача это всего лишь адаптер, обертка, этой обертке необходим реальный код. Этот реальный код необходимо как-то описать. Ну, поскольку мы с вами сейчас пришли на территорию функционального программирования, на территорию функторов, то, наверное, логично этот функтор определить самым компактным образом, как лямбда-функцию. Как все догадались, это обычная нерекурсивная форма вычисления факториала. Значит, с факториалом спорить не будем, факториал действительно работает. Лямбда без использования переменных, получаемых через замыкание, лямбда с хвостовой нотацией результата. Почему здесь возникает сам разговор о хвостовой нотации? Потому что функция не однооператорная, значит, компилятору надо помочь, что же мы, собственно, хотим получить. Получаем мы с вами int, на входе у нас также константный int. Worker это лямбда-функция, которая является параметром задачи, результат вычисления которой мы получаем как фьючерс. Все элементы сложились. Если у кого-то не сложились, то, пожалуйста, сигнальте. Сложились воедино. Но пока речь не шла ни о каком запуске. Теперь мы готовы разобраться с тем, как будет происходить запуск. Запуск происходит достаточно стандартным образом. Обратите внимание, что задача является некопируемым объектом. Это достаточно логично, потому что, если мы говорим посчитай факториал, то возникает вопрос, а какую семантику должно иметь копирование. То есть посчитай два раза, если два раза, то с какими параметрами и вообще что делать с первым результатом, игнорировать его или мы будем использовать оба. Поэтому, чтобы модель не усложнялась, принято, что задачи не копируются. и именно по этой причине задачу мы можем только передать путем ее переноса, то есть такой переносящий вариант используется, для чего используется всем известный элемент std функция move, которая формирует универсальную ссылку. Также мы передаем аргумент и в этом смысле наша функция факториал выступает как некий прозрачный фасад, шаблон фасада здесь вполне узнается, потому что main на его стороне как-то вообще не хочется разбираться в том, что есть какие-то фьючерсы, есть какие-то задачи, он просто хочет посчитать факториал, но не в своем потоке, а где-то отдельно, делегируя всю механику отдельной функции. Вот вам, пожалуйста, пример реализации паттерна фасад. Ну, далее поток отсоединяется, и в результате мы возвращаем фьючерс. Фьючерс мы возвращаем, вот он, этот фьючерс, хотя он здесь как auto, но это фьючерс, это фьючерс на int, а фьючерс на int означает, что мы имеем ожидаемое значение типа int. Дальше main может работать своим чередом, не думая о том, как этот факториал будет рассчитан. Ну, иное дело, что у нас тут действует некое правило, пока я готовился, уже сам забыл, то ли 19, то ли 20 строк, то есть я не могу написать больше, чтобы это было красиво. Поэтому main сразу запрашивает у фьючерса его результат, и если результат еще не получен, а другими словами флаг готовности еще не поднят, то поток, в котором исполняется main, блокируется по этому фьючерсу. Еще один объект, по которому поток может блокироваться, это фьючерс. также в std future у нас есть функция wait, то есть мы можем подождать, а для того, чтобы ожидание не стало бесконечным, потому что мы не знаем, что там во втором потоке происходит, и мы не хотим подвесить свой поток из-за особенности вычислительного процесса в смежном, мы можем выставить тайм-аут, по которому ожидание будет завершено. ну вот такая вот интересная, я надеюсь, интересная новая вычислительная модель, которая позволяет так легко и просто посчитать факториал в другом потоке отличном от main. Ну, смотрите, здесь, конечно же, интересная получается модель, однако это еще не все, что мне хотелось вам про нее рассказать, потому что одним поставщиком значений для фьючерса могут быть задачи, но задача она вот достаточно тяжеловесна, наверное, все-таки, да, то есть мы хотим еще компактнее, еще проще, потому что задача, она вот, вот она задача, у нее есть соответствующий тип, она требует лямбду на вход, давайте посмотрим, какие еще есть варианты, задача сложна, иногда бывает в использовании чем? Задача возвращает результат, когда та функция, которая стала ее параметром, завершается, то есть результат выполнения задачи, это результат вычисления ее, скажем так, функции, функция может вызывать следующую, следующую, ну, поэтому главной функции, скажем так, или начальной функции задачи, так же, как у потока есть начальная функция, так же она может быть и у задачи, но иногда бывает так, что мы хотим получить значение изнутри функции, то есть функция еще работает, а мы уже знаем, что мы готовы принять это значение, оно уже имеет для нас смысл, выставить фьючерс на значение, которое получается в середине задачи, мы не можем, поэтому нам необходим еще некий новый механизм, рассмотрим сразу два таких механизма, первый механизм это обещанное значение, если фьючерс это ожидаемое значение, то promise это обещанное значение, обещают значение нам функции, функции, которые в отличие от задач, да, вот, если task, packaged task это один вариант обертки, то обещанное значение promise это еще один вариант обертки. Такой вариант обертки получает, дает возможность получить значение, не дожидаясь конца вычисления самой функции. Итак, мы по-прежнему считаем факториал. Определяем первый наш результат как фьючерс на целое, потому что мы знаем, что результатом факториала будет целое. Получаем фьючерс, получаем фьючерс от обещанного значения. Дальше пришло время начать вычислять это значение. Давайте посмотрим, как мы это сделаем. Я несколько сократил код для того, чтобы не создавать отдельную переменную для потока. Поток у меня сразу создается как анонимный и сам себя отсоединяет, поэтому не потребует никаких дополнительных действий по его синхронизации, закрытию и так далее. Как посчитает, так посчитает. Поток принимает на вход лямбда функцию, которая станет его главной функцией, и результат от него мы получаем через обещанное значение. Обещанное значение, вот оно, оно входит в состав замыкания этой лямбда функции, и именно через нее будет происходить взаимодействие. Обратите внимание, что обещанные значения promises дают нам несколько вариантов возврата значений, то есть там достаточно интересная API. Есть вариант setValue, есть вариант setValue at threatExit, можно где-то в серединке потока получить значение, точнее выставить это значение, можно выставить это значение по окончании потока, а событие по окончании потока, оно еще интересно тем, что синхронизируется с вызовами деструкторов всех переменных локальных относительно данного потока, то есть сначала вызываются деструкторы, а потом уже выставляется это значение, это тоже некоторое событие. Ну и вот уж извините, для того, чтобы все поместилось, я ввел макрос для основной части вычисления факториала, потому что иначе просто факториал не вмещался в 20 строк. Но это только один вариант. Обратите внимание, как все красиво, элегантно, компактно, буквально в три строки мы посчитали факториал в отдельном потоке вычислений, в отдельном от мейна. Но это опять же не последний вариант, который хотелось бы рассмотреть. Помимо обещанного значения, которое является поставщиком для фьючерса, как для ожидаемого значения, у нас существует еще один вариант получения значений, допустим, фьючерса на int, мы продолжаем считать факториал. Это функция async, которая является оберткой, совсем уже высокоуровневой оберткой вокруг отдельного самостоятельного потока в библиотеке std. Что она делает? Она самостоятельно создает поток, она самостоятельно его отсоединяет, она самостоятельно его запускает, она самостоятельно его закрывает, все, что от нее надо, это получить значение. Это уже наиболее абстрактная инкапсуляция, наиболее сильная, наиболее мощная. Мы никак не влияем практически на порядок работы того, что происходит внутри за небольшими нюансами, но зато и отделываемся наименьшим испугом, потому что объем кода минимален. Что мы здесь делаем? Мы вызываем async, передаем на вход флаг запуска, я сейчас немного это прокомментирую, передаем лямбда функцию, которая вычисляет факториал, в данном случае для семерки, мы получим два разных факториала, факториал пяти и факториал семи. Обратите внимание, что в качестве флага запуска используется флаг async, который указывает на то, что мы хотим получить результат как асинхронно, асинхронно означает в отдельном потоке, но чем интересен async? Async интересен также тем, что мы можем организовать отложенные вычисления в своем потоке, то есть мы можем организовывать асинхронное программирование внутри однопоточного приложения. Иногда это бывает полезно, когда у нас, к примеру, есть некоторая очередь задач, мы знаем, что у нас есть периоды простоя нашего потока, а если он один, значит и процесса в целом, и мы на это время можем набросать задач. Для того, чтобы это сделать, достаточно использовать async и использовать в данном случае уже флаг deferred, то есть отложенный. Есть, правда, комбинация async плюс deferred, и там уже все сводится к предпочтениям компилятора, как компилятор сделает, в каждом из них своя модель вычислений, в GCC своя, в Visual Studio у Intel своя, но вот они есть, соответственно, возможны комбинации, и мы можем это делать, в том числе на усмотрение компилятора. Ну вот некоторое дополнение к той модели организации многопоточных, однопоточных, асинхронных, в данном случае слово асинхронных самое главное вычислений, которое, я надеюсь, дополнит наш с вами привычный мир. Вот есть еще такие вот вещи. Но на мой взгляд, я еще раз подчеркну, выскажу свое собственное мнение, если начинать с этого, ну, представьте себе, что вы ничего не знаете про асинхронные программирования. Я вам рассказываю, что вот так легко и просто в одной строчке можно этот процесс организовать. Конечно, однажды на вашем пути попадутся грабли, и вы получите шишку, и вы узнаете про блокировки, потом будут еще одни грабли, вы получите шишку, узнаете про способы синхронизации, про условные, про переменные состояния, про мьютексы, про семафоры. В конце концов, дойдете до примитивов. Ну, это примерно тот же подход, как если начинать сразу с функции new и delete, не догадываясь о том, что существуют деструкторы и конструкторы класса. поскольку наш подход с вами, который мы избрали вместе на наших проектах, на наших онлайн-курсах, все-таки идти от маленьких базовых блоков к большому, то я вот с особой радостью могу сказать, что вершина была не там, где мы оказались, а вершина была еще выше, а иначе пришлось бы говорить о пропасти, о граблях, о шишках и прочих неприятных вещах. Но зная о том, как оно организовано внутри, я уверен, вы точно не будете воспринимать эти конструкции как что-то близкое к языку Java или подобным вещам, где есть высокоуровневые истории, а как оно внутри, там есть виртуальная машина, она разберется. У нас с вами нет виртуальной машины, поэтому разбираться нам и желательно разбираться достаточно подробно. У вас был вопрос. Почему у второй функции, ну, в втором где резал два нет замыкания? Ну, а зачем? У нас и в предыдущем примере, когда мы делали фьючерс с результатом через задачу не было замыкания, мы его не использовали. Замыкание мы использовали здесь для того, чтобы передать promise. Async он во всем разберется сам. Если бы мы построили функцию вычисления факториала, вот эту безымянную лямбдочку по-другому, например, не возвращали результат через рез, а делали как-то иначе, возможно, нам замыкание бы и пригодилось. Так, оно нам здесь ни к чему. Коммуникация с потоком самая простая. Результат главной функции есть результат потока. Потом мы его запрашиваем еще. Так, ну, теперь давайте немножко будем уже снижать сложность. Я думаю, что через вершину мы с вами перевалили вершину горы, так что немножко теперь будем снижать. Что еще интересного, любопытного есть в современном C++? То, о чем, возможно, мы с вами не говорили и пока еще не говорим в стандартном лекционном формате. Есть, наконец, двоичная система счисления. Все, кто мечтал о ее появлении все эти 30 лет, она вот наконец появилась, мы можем совершенно спокойно писать, используя префикс 0 B. Да, но он также и большой, и маленький, главное, что он B. Что еще есть? Еще есть разделители разрядов в числовых литералах, причем эти разделители не обязательно соответствуют тетрадам в двоичной системе или тысячам в десятичной системе, они могут ставиться совершенно ситуативно, как вам это нужно. К примеру, если вы работаете с каким-то большим набором флагов, то вы можете отдельные группы этих флагов отмечать, начиная от одного флага и до пяти, восьми, двадцати, сколько вам надо. Что еще интересного можно заметить? Ну, поскольку мы с вами уже говорили про выведение типов функций, которая стала производиться с меньшими ограничениями в C++ 14, чем в C++ 11, все-таки некоторые ограничения есть, и, предположим, вызвать такую функцию до того, как это выведение типов произойдет, а выведение типа у нас происходит, соответственно, при вызове, невозможно. Так, ну, что еще здесь можно посмотреть? Наверное, этот слайд мы обсудили. помимо обычных лямбда функций, ну, лямбда функций были бы поражены в правах, если бы для них не появились шаблоны. Шаблоны лямбда функций это возможность описать лямбда функцию таким образом, чтобы тип ее параметра, например, не был заранее установлен. Как вы знаете, как вы, наверное, знаете из нашего лекционного обсуждения концептов, слово auto на сегодняшний день становится также формой такой сокращенной, по-английски называется abbreviated, такой аббревиатурой, сокращенной формой описания шаблона. Поэтому, если мы не хотим в очередной раз писать template type name t type name u и так далее, мы можем просто сказать, что мы используем некоторый auto-тип. Естественно, этот тип будет вычислен, то есть это событие времени компиляции, строгая типизация никуда не уходит, но код делается более компактным и более лаконичным. А всем, кто, всем, кому это начинает вдруг напоминать скриптовые языки, я рекомендую забыть об этой возможности и писать template type name. Однажды вы устанете, поймете, что вы пишете на языке C++ и будете писать auto, не пытаясь проводить лишние аналогии. Вот. Ну, соответственно, вот, пожалуйста, лямбда, которая, по сути, даже не лямбда, а generic лямбда, да, то есть обобщенная лямбда, шаблон, которая принимает на вход произвольный тип, про который мы знаем, что он поддерживает операцию умножения. Ну и, наконец, завершающая часть второго раздела, это у нас сейчас с вами второй раздел, вот, завершающая его часть, как у спортсменов бывает разминка, так и бывает заминка, вот, минимальная сложность, атрибут deprecated и как с ним жить. Вводится он достаточно легко, двойной парой квадратных скобок, он может идти без дополнительной текстовой строки, но если она есть, то вы увидите соответствующее предупреждение в компиляторе, которое поддерживает данную, данную возможность. Пример комментария, который я здесь оформил, это вот пример того, что мне выдает GCC 5.1 при попытке скомпилировать такой код. Ну, поскольку этот код содержит функцию first как элемент кода, а не как комментарий, вы ее тоже получите, его, это предупреждение, если будете ее компилировать. Что еще? Ну, еще некоторые суффиксы типов, в частности, когда мы вводим комплексные числа, для комплексных чисел тоже наконец появилась красивая, удобная и, наверное, долгожданная поддержка в том виде, в котором их привыкла описывать алгебра обычная. То есть мы можем писать вот такие вот вещи, и эти вещи совершенно естественным образом компилируются. В данном случае мы вот вычисляем произведение двух комплексных чисел. С этими числами можно выполнять и операции с участием обычных целочисленных констант, допустим, единички, и это все будет вот таким образом неплохо работать. Вообще сама идея про суффиксы, она стала довольно сильно развиваться в последние годы, потому что есть и пользовательские суффиксы, как вы знаете, ну есть вот и стандартные системные суффиксы, ими мы начали, ими мы практически заканчиваем. Да, у вас есть вопрос. Вы сказали про комплексное число, а что если переменная и будет теперь определена выше? Ну то есть какая-то, например, int i будет выше, да, комплексного числа определена, что будет дальше? Ну, примерно то же самое, как если бы вы использовали суффикс u или суффикс f, которые вот были раньше в unsigned, в f, все равно, да, это рассматривается как часть самого числа, то есть число заканчивается не четверкой, число заканчивается вот по сути следующим разделителем, поэтому то, что i это часть, ну все нормально будет. Я понимаю, что имя и переменные оно очень распространенное, поэтому тут, наверное, опасения больше, когда переменная f называется, таких переменных, чтобы одной буквой да еще и f, хорошо, что у нас нет conventions в c++, да, ораклисты бы давно уже клеймили позором такого человека и сказали, что переменная f не может называться. В c++ это возможно, а те, кто пишет на джаве, как вы знаете, кроме переменной i, j, i, j, k, и там еще парочки имен для временных переменных, по-моему, m, n, они вообще использовать не могут, поэтому это получается уже не совсем даже джава. Нет, у нас с этим все гораздо проще и демократичнее. Функция, функция, кстати, возвращает 42 в стиле cpp reference, ну вот я правило 20 строк должен был выдержать. Факториалы здесь уже не считаем. И еще одна, еще одна хитрость, ну, я ее отметил как хитрость, характерную для языка c++14 по одной простой причине. Сейчас мы немножко отвлечемся на примитивы выделения и освобождения памяти. Вот. И такая возможность, как показанная на экране на этом слайде, уже существует достаточно давно. Вот. Но поскольку мне очень хотелось все-таки, чтобы слово авто было почти на каждом слайде, то здесь у меня по сути не операции выделения и освобождения памяти, а здесь у меня шаблоны операций выделения и освобождения памяти, которые введены через использование вот этого сокращенного placeholder, а именно авто. Так вот, далеко не все обычные пользователи new и delete, поскольку такие задачи мы обычно перед собой не ставим, а не ставим по одной простой причине, мы не догадываемся, что это возможно, используют дополнительные параметры у этих функций, а такие параметры могут быть введены, например, при переопределении на уровне отдельных структур или отдельных классов. Мы можем на уровне классов, вы знаете, определение операции new и delete менять, об этом мы говорим, но о том, что менять настолько кардинально, мы умалчиваем, потому что само по себе это используется довольно редко, да и объем лекций он конечен. тем не менее, если, к примеру, нам важно по какой-то причине передать значение, то, что я передаю строки, мало что означает, и вообще то, что эта строка явно не утверждается, вот, вы можете передавать логические флаги, которые так или иначе управляют логикой выделения, освобождения памяти, вы можете передавать числа, отличные от size-t, я имею в виду, какие-нибудь управляющие параметры, но как бы то ни было, вот мы решили, что мы будем создавать объект демо, типа, объект демо с маленькой буквы, типа демо с большой буквы, при помощи вот такой вот необычной нотации, потому что, ну, это как-то мало, мало-мальски напоминает размещающий вариант new, когда передается указатель внутрь, но чтобы это был не указатель, а это была строка, да еще и введенная нами самими через наше собственное определение операции, это, конечно, что-то новое. Ну, допустим, нам для отладки необходимо выводить какую-то информацию, мы решили ее передавать явно конструкторам, точнее, операциям new и delete. В результате выполнения этого кода, особенно с поправкой на то, что конструктор демо специально вызывает исключение, а здесь мы его специально ловим и больше того используем здесь функциональный защищенный блок, про который я много говорил, но мало примеров давал в лекциях КАЗ. Вот. Мы, соответственно, увидим подряд следующие сообщения. Мы увидим, что new called done, мы увидим, что delete called done, и мы увидим сообщение последнее, которое гласит, что все crashed. Мы увидим несколько строк подряд. Если вам это чем-то поможет, в частности, в реализации вашей нестандартной логики или в отладке, то не стесняйтесь это использовать. Ну и, собственно говоря, переходим теперь к заключительной части. Поговорим немножко о перспективах развития. Что мы уже узнали, что мы уже увидели? Мы увидели очень большой интерес к использованию шаблонов и вообще любых техник, вводящих события времени компиляции. Мы увидели достаточно большой интерес к поддержке асинхронного программирования, к поддержке функционального программирования, для чего введено множество различных объектов на уровне STD, которые служат обертками для удобной работы с элементами кода. Это всевозможный функцион, всевозможный package task. Я уже не говорю о лямбду функциях, я не говорю о функциях, как они были введены в STL еще давным-давно, благо ядро языка это поддерживало. Соответственно, это вот очень явный выраженный вектор. Кроме того, мы увидели вектор на некоторое упрощение и улучшение качества жизни программистов, скажем так, это двоичная система, это всевозможные разделители, это указание на то, что код является унаследованным и устаревает и так далее, и так далее. То есть, это вот есть некоторые явные векторы и наша задача попробуем сейчас посмотреть, а куда же все это двигается, как язык будет выглядеть условно через несколько лет к наступлению допустим 2020 года. На сегодняшний день существует целый ряд спецификаций, многие из которых приняты, это перечень тех спецификаций, которые опубликованы уже на сегодняшний день в окончательном виде. Окончательный и черновой вариант, они вот, точнее, окончательный вариант и официальная публикация тут по датам распределены. Вообще за последний год, а именно 2016, как ни странно, мало чего произошло на этом фронте, то есть я вот актуализировал этот список и новых явно каких-то прорывных спецификаций опубликовано не было. Тем не менее, многое из того, что было опубликовано раньше, уже сейчас либо включено в стандарт C++17, либо в некотором экспериментальном порядке поддерживается вот допустим шестеркой и выше, шестеркой и следующими версиями, но поскольку у нас с вами рабочий компилятор был 5.1, то эти вещи соответственно мы можем только увидеть. куда мы двигаемся? Мы двигаемся к появлению в языке определенных аспектов, элементов, которые, например, упрощают так же, как сегодня упрощена работа с потоками, с фьючерсами, с обещанными значениями, все достаточно высоко уровнево. Точно так же реализуется сейчас поддержка работы с файловыми системами. Причем с файловыми системами не на уровне вот файл, а вот папка или каталог, а на уровне всех тех сущностей, которые могут существовать в файловых системах. Это ссылки различные, это жесткие ссылки, это мягкие ссылки, это, естественно, файлы, каталоги, это атрибуты тех и других и так далее. Продолжается работа над организацией параллельных вычислений, предоставляется возможность организации новых моделей синхронных и асинхронных вычислений, скажем, вычислений с гарантированным порядком выполнения операций на случай, когда много ядерных, например, архитектурах мы можем не гарантировать этот результат. Вводится атомарность вычислений, когда нам гарантируется, что после входа в блок первым делом будет завершен именно он, а если он не выполнен, то мы в него и входить не будем. Естественно, появляются расширения самой стандартной библиотеки, тот самый объект any, про который мы с вами говорили, из буста, он постепенно переходит в std, в 17-м году он уже будет включен. Концепты в той части, в которой мы их видели, они уже поддерживаются, потому что placeholder out это часть данной спецификации. Ну вот пока это только фрагменты кода, которые представлены в спецификациях, то есть я специально в них заглянул, чтобы вы могли увидеть, что же нас ожидает. Ну вот, допустим, атомарный блок, не вызывающий исключений. Нам гарантируется, что он будет выполнен примерно как в базах данных, мы говорим о транзакции. То же самое здесь будет, атомарный, неделимый, то есть он не будет прерван какими-то иными вычислительными активностями, а будет исполнен до конца. Или блок, который будет исполнен ровно в том порядке, в котором операторы у нас указаны. Концепты. Ну, соответственно, этот пример мы с вами даже в лекциях обсуждали, но напомнить о нем не грех, потому что именно на нем сегодня мы с вами многое строили. Когда вы поняли, что слово template писать уже все, уже хватит, мы начали писать auto и говорим, ну, да, вроде бы это лямбда, но на самом деле это не лямбда, а целое семейство, шаблоны, и вроде как мы уже чувствуем, что переходим какую-то грань, но типизация остается строгой, и значит, мы все еще в пространстве языка C++. Помимо того, что мы уже обсудили и того, что уже включено в стандарт или начинает активно поддерживаться шестой версии, а сегодня уже и седьмой версии компилятора, есть еще некоторые совсем уж эксперименты, экспериментальные разделы будущего видения языка. Это, в частности, работа с сетью. Это те самые модули, которые всегда были в языках Pascal, Delphi, в языке Ada, откуда они появились, пакеты, да, но в C++ всегда все было так несколько кустарно, просто какое-то распределение по файлам достаточно ситуативное, и даже введение пространства имен, оно, конечно, исправило ситуацию, но не до конца. И вот, наконец, когда язык уже практически приближается к своему сорокалетию, как говорят, ему скоро пойдет пятый десяток, вот, наверное, будет решена проблема с тем, как же раскладывать наш код по элементам, по единицам исполнения или по единицам компиляции, это будут модули. так или иначе, в языке постепенно появляются достаточно неожиданные вещи, в частности, в июне этого года был опубликован черновик спецификации на графику, то есть нас ожидает появление в СТД примитивов двухмерной графики, линий, прямоугольников, операций, их отрисовки и так далее, и так далее. Ну, понятно, что за этим стоит некоторое лобби. Понятно, что кому-то из активных участников стандартизирующей группы, консорциума, компаний, в первую очередь, частных компаний, это интересно, это выгодно. Но, с другой стороны, сама по себе выгода является отражением явной тенденции. Язык общего назначения сегодня, языки общего назначения сегодня востребованы, ну, мягко говоря, не очень сильно. Сегодня побеждают языки, которые заточены на конкретные задачи. Почему сегодня так популярен Python? Почему сегодня так популярен Perl? Почему сегодня так активно все изучают язык R? Потому что это языки специализированные под конкретные задачи. решить решить ту или иную задачу при наличии специализированного проблемно ориентированного языка, то есть DSL, Domain Specific Language, гораздо проще и быстрее можно на этом языке проблемно ориентированном в отличие от языка общего назначения. И вот C++ постепенно приобретает и достаточно быстро приобретает эти черты, что я надеюсь его не испортит, потому что обилие возможностей STD нас не пугает, мы знаем, что мы всегда берем ровно то, что нам необходимо, но в то же время у языка появляется возможность реализации совершенно простыми, стандартными способами, потому что порог входа в STD в отличие от других библиотек всегда наименьший, минимальный, решать самые разные задачи. Допустим, сегодня мы очень красиво уже элегантно можем решать задачи асинхронного программирования. Совсем скоро мы будем также красиво решать задачи работы с файловыми системами тех устройств, на которых мы запускаемся. Чуть позже появятся сети, но и почему бы к этому всему не добавить, например, графику. А те, кто пишет игры, скажут, а еще хотим физику. Ну и совсем уж неожиданная новость. Для меня она тоже была новостью, когда я обновлял материалы. В прошлом месяце, в октябре, была опубликована первая черновая версия спецификации на рефлексию, которой не хватает языку C++, отсутствие которой мы пытаемся восполнить всевозможные интроспекции средствами мета-программирования через шаблоны, через проверочные структуры, которые есть и в STD, и в Boost, которые мы можем разрабатывать самостоятельно. Но вот элементы рефлексии, то есть переход от классов к мета-классам вроде как нас тоже ожидает. Ну и наконец вот такая многообещающая картинка, актуализированная на буквально текущий момент, пару дней, как я ее снял, на сайте isocpp.org. Во-первых, нас ожидает появление стандарта C++20, не 19, не 21, то есть шаг в 3 года он уже вошел в привычку. Нас ожидает ряд совершенно новых спецификаций, некоторые из которых инкорпорируются, внедряются в C++ 17. Это произошло на стыке 15-го и 16-го года, потому что это была одна из определяющих встреч комитета по стандартизации рабочей группы. Ну и я думаю, что нас ждет еще много чего интересного, нового, наш язык жив, наш язык активно развивается, и что очень приятно, что очень важно, у этого развития есть вектор, это не какое-то спонтанное, ситуативное, хаотичное развитие, которое можно было бы счесть за конвульсии 40-летнего старика, да? Вот это достаточно уверенный, бодрый шаг постоянно молодеющего игрока на рынке языков общего назначения, ну и возможно подрастающего игрока на рынке языков специализированных языков проблемно-ориентированного программирования. Поэтому я очень надеюсь, что тот шаг, который мы с вами уже сделали, ну в данном случае я должен сказать, что ближайшее выступление не планируется, а вот мероприятие, на базе которого подготовлены материалы, когда они были обкатаны, вот оно перед вами, я должен сказать, что тот шаг, который мы с вами сделали, вступив на путь изучения языка и, как я понимаю из нашего сегодняшнего мероприятия, дальнейшего продолжения этого развития, это шаг правильный, многие языки, и мы знаем сами тому примеры, на нашем с вами веку, достаточно коротком пока, успевали появиться и исчезнуть, как некие феномены технологического развития, ну вот C++ это такая классика, живая классика, очень интересная, динамичная, поэтому давайте изучать его и следить за тенденциями, а главное пользоваться им в своих реальных проектах, и я вам этого искренне желаю. Спасибо. предлагаю продолжать общаться электронно, вот, ну а пока мы с вами все тут, здесь я предлагаю перейти к, скажем так, неофициальной части, к тому, что я обсуждая с Никитой назвал нетворкингом, просто пообщаемся в неофициальной обстановке, а официальная наша часть с вами завершена. Спасибо большое.